ну не совсем я расскажу маленький кусочек того что мы исследуем вот больше речь пойдет в целом про лепидомику это значит такое новое относительно новое направление синтетической биологии и прежде рассказать о том что это вероятно необходимо напомнить какие-то базовые вещи ну в частности то что все живое стоит из клеток или является клетками и клетками они названы потому что отделены от других клеток и среды окружающей мембраны плазматической мембраны эта плазматическая мембрана наполовину состоит из белков которые несут основной функционал они переносят вещества внутри клетки вытаскивают все что клетки не нужно вот они участвуют в взаимоотношении взаимодействия клеток друг с другом в их общении некоторым клеткам это остро необходимо например нейроны без того чтобы посплетничать в общем то они могут помереть вот но другую часть мембраны опять же около половины составляют липиды составляют жиры с очень интересными свойствами фосфолипиды но сейчас не об этом дело в том что фосфолипиды раньше воспринимались как вещества химические вещества образующие такой вот без слой и несущий скорее структурную роль роль матрицы для белков то есть работают белки а жиры которых окружают ну скорее такая вспомогательная опорная опорная роль так вот значит я попытаюсь вас в этом переубедить чуть попозже и липидомика это область знаний которая занимается исследованием жиров в частности жиров которые составляют клеточные мембраны внутри клетки огромное количество мембран жиров депонированных внутри клетки жиров взаимопревращения веществ и жиров в общем липидомику не особенно интересует жир на животе и хотя это тоже является областью ее интересов жир на животе и уровень холестерина в крови ее больше интересует такой клеточный и межклеточное более тонкое более тонкое взаимодействие и что интересно вот в отношении этих самых липидов плазматических мембран то что липидный состав разных клеток не просто разных видов и клеток из разных органов имеет свой уникальный состав это подобно как из одних и тех же цветов флорист может составить два флориста составит совершенно два разных букета то же самое происходит здесь то есть речь не идет про то что в одних органах есть какие-то уникальные жиры которых нет других хотя и такое бывает но в целом это какая-то уникальная комбинация уникальной комбинации жиров что это может нам дать в 2017 году в январе 17 года вот под руководством хайтовича филиппа хайтовича была опубликована в нэче статья с таким претензиозным я бы сказал названием о том что липидом способен предопределять определять продолжительность жизни млекопитающих какие выводы делают статье ученые они говорят о том что по липидной композиции по составу липидов можно определить продолжительность жизни клетки причем не совсем понятно то есть из-за того что такая композиция жиров клетка живет столько или из-за того что клетка живет такая композиция жиров в общем вопрос остается открытым но тем менее сам факт того что липидный состав клеток и продолжительность жизни связан в частности у млекопитающих открывает совершенно новые 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 вопросы и учитывая то что я занимаюсь молекулярной биологии физиологии сердца меня порадовал вот этот график о чем он говорит дело в том что вот предсказывать эту самую продолжительность жизни для того чтобы предсказать необходимо определить необходимо провести какой-то набор анализов необходимо количественное какое-то как сказать вам какая-то в общем короче говоря в клетках сердцев которые формируют сердце имеется совершенно уникальная композиция этих самых липидов в клетках который позволяет с наибольшей точностью предсказать продолжительность жизни вот если вы посмотрите то это просто поперечная мускулатура то есть это был в которой мы двигаемся то есть это и другое мышца но предикативная сила предсказательная сила у клеток сердца намного выше появились интересные данные в отношении липидов и эволюции около семи миллионов лет назад мы разошлись вот с ордипитеком и сейчас наш ближайший родственник является шимпанзе и вот ежели мы сравним состав белков шимпанзе и на что окажется что отличаются они всего лишь там пределах одного-двух процентов да однако если мы сравним состав липидный репертуар липидный клеток шимпанзе и клеток наших то окажется что разница увеличивается в пять раз более того если сопоставить состав липидный коры головного мозга собственно говоря вероятно именно этой структуры мы отличаемся от шимпанзе и в общем-то от всего живого да то окажется что разница в 20 раз то есть понимаете белками от шимпанзе мы отличаемся 12 процента а жирами в 20 раз больше да это вносит такие новые жирные штрихи в понимание того что что значит для патогенеза да извините для эволюции сами липиды ну и вот я в казани значит лаборатория занимается много чем я провожу очень скромные исследования в области физиологии сердца и этими скромными результатами с вами поделюсь но прежде чем рассказать о результатах которые мы получили хотелось бы влить свет в отношении понятия рецепции да я говорил о том что есть липиды которыми интересуюсь я но безусловно основную нагрузку функционально выполняют белки и вот одна из функций белков это рецепция это своеобразные такие уши клетки да то есть благодаря рецепторам клетка понимает собственно говоря что происходит вокруг что и делать как изменить свою жизнь и общей идеей рецепции заключается в том что есть некое вещество которое за счет мембраны кстати говоря не может проникнуть внутрь и непосредственно подействовать на ядро она взаимодействие со своим рецептором рецептор через систему вторичных посредников через систему других белков по очень сложно ветвистой системы приводит тому что ядро меняет активность генов меняет уровень экспрессии белков то есть количество синтезированный белков и тем самым происходит ответ клетки на вот конкретное внешнее воздействие это очень напоминает передачу эстафетные палочки до гормон например гормон подействовал до целый набор посредников ядро гены меняются свою активность и клетка отвечает определенным образом это общая общая концепция идеи нам было интересно узнать способны ли жиры в частности холестерин который тоже входит состав мембран способны ли они повлиять на процесс клеточной рецепции на процесс очень важный для для любой клетки тут очень важный акцент в том что мы не меняем ничего в гармоне да мы не меняем ничего не ломаем ничего внутри клетки нам интересно способны ли изменение липидного окружения клетки повлиять на рецепцию. Мы измеряли много что. Наверное, самая простая функция, которую очень легко объяснить, это сократимость. Главная функция, вероятно, сердца – это способность проталкивать кровь. Она обеспечивается за счет сокращения мышц. И вот мы подвешивали сердца животных в специальных камерах и измеряли силу сокращения этих самых сердец. Мы измеряли их в покое и измеряли после окисления холестерина. Под действием холестериноксидазы, которая приводит к очень небольшим изменениям в составе холестерина, клеточных мембран, очень небольшой модификации. Тем не менее, было интересно посмотреть, способно ли это все повлиять на клеточную рецепцию. И исследовали мы сердце, то, как сердце реагирует на стресс. Мы пытались стимулировать его гормонами стресса, в частности, адреналином. И вот понятно, что без стимулов сердце сокращается с определенной силой. Ежели мы на него покапаем адреналином, то совершенно тут никакого сюрприза нет. Сердце сократится сильнее. Гормон стресса, необходимо поднять давление, необходимо сильнее сокращаться. Поэтому здесь никакого чуда, так сказать, мы не ожидали. Ну и вот, собственно говоря, сами графики. Вот здесь сердце сокращается с определенной силой. Нулевую шкалу мы там убрали для удобства. Вот здесь мы подействовали адреналином. И видите, что вот эти кружочки отдельные, это единичные сокращения сердца. Мы видим, что с каждым разом сила сокращения сердца увеличивается. Она увеличилась в итоге в три раза под влиянием адреналина. И здесь, опять же, никакого чуда. Ежели мы отмоем, то, естественно, что сократимость постепенно возвращается к исходной примерно. Тут, так сказать, все ожидаемо. Что же произойдет, если я изменю, некоторым образом модифицирую холестерин в мембране? Да, тут интересно то, что вот мы пытались измерить под влиянием нашей этой самой оксидазы, сколько молекул меняется. Меняется всего лишь один из миллиарда молекул, одна из миллиарда молекул. Все остальные остаются совершенно интактными, совершенно неизмененными. И посмотрите, что происходит. Да, действительно, сердце тоже отвечает на действие адреналина усилением сокращения. И после отмывания все вроде бы возвращается назад. Но если мы сопоставим предыдущий график с этим, то что оказывается? Что сердце очень плохо, в общем, плохо отвечает на стимуляцию адреналина. Если сказать, что вообще никак не отвечает. И потом мы наблюдали значительное снижение, снижение сократимости. Более того, почему-то после окисления этого самого холестерина в сердце запускались тяжелые нарушения ритма, которые могли приводить, если мы говорим, о целом организме к фатальному исходу. И я еще раз повторяю, то есть это то, что меня удивляло и, так сказать, радовало, то, что мы не меняли сам элегант, мы не меняли гормон, мы не действовали, мы не меняли рецептор и не меняли ничего внутри клетки. Мы всего лишь меняли одну из миллиардов молекул холестерина, а это приводило к критическому снижению сократимости. То есть после окисления холестерина адреналин практически переставал действовать. Почему это может быть интересным? Ну, во-первых, потому что вот то вещество, которое образуется под влиянием оксидаза холестерина, оно образуется у нас с возрастом с вами. То есть в наших клетках его можно обнаружить. Что для нас является закрытым совершенно непонятным вопросом в том, каким образом оно там образуется. То есть нет ферментов, нет систем, которые приводили бы к накоплению этого самого вещества в мембране. Вот. И именно поэтому мы пытаемся рыть и в этом направлении тоже. И для нас интересным является то, что 65-70% лекарственных препаратов, они действуют через систему клеточных рецепторов. Это означает, что у нас появляется инструмент, у нас появляется возможность модулировать эффекты лекарственных препаратов. То есть до этого очень далеко, очень далеко. Вот. Но это какие-то первые шаги, потому что благодаря изменению вот этого самого липидного окружения, мы можем кардинально менять эффекты препаратов. Так что, да. Значит, в целом, подводя итоги того, что я говорил, все клетки окружены мембранами, и эти мембраны наполовину состоят из липидов. Липидами, значит, никто особенно не интересовался липидами мембран. Все считали, что они несут просто структурную роль, некую опорную для белков. В действительности, белки, жиры способны очень сильно влиять на работу этих самых встроенных белков. Ну и вот интересные факты, касающиеся того, что жиры способны, каким-то образом взаимосвязаны с продолжительностью жизни клетки, а эволюция липидов, она опережает эволюцию белков, а это значит, что есть новая поря для исследования в области эволюции человека, ну эволюции вообще. Спасибо большое за внимание. Первый вопрос. У вас сказано, что у человека, в отличие от других климатов, было такое наблюдение, что отличается концентрация некоторых липидов в порядке раз, в порядке 20. А какие конкретно? Речь идет о композиции тех липидов, которые составляют всю мембрану. То есть фосфолипиды, они же бывают там разных классов. То есть в целом вы имеете? Да, да, да. То есть в целом количество. Хорошо. Тогда второй вопрос. Почему все хомиксные технологии именно вы выбрали лепидомику? Почему вам она интересна? Я попал в нее случайно. Совершенно случайно. Мне очень хотелось заниматься физиологией сердца. И я посмотрел в Российской Федерации, у кого наибольшие индексы цитирования в этой области, и ей оказалось Казань. Я постучал в дверь, сказал, примите, они сказали, заходите. И понеслось. Да, пожалуйста. Вот для такой вопрос, ты скажешь, что если там изменить лепид клетки, то можно как-то с лекарствами, там лекарства будут по-другому действовать. А как изменить у человека этот лепид? Ну, у животных, понятно, может быть эксперимент. А у человека каким образом это можно сделать? Ну, смотрите, это я так фантазировал, потому что я понимал, что, да, это то, что, наверное, вкусно во всей этой части работы, которую я делаю, но до этого очень далеко. Изменить специально, в общем-то, может быть, для того, что в условиях целого ряда патологий, там, например, сахарного диабета, там, атеросклероза, эти самые лепиды сами собой изменяются. И это, как бы, является одной из причин, почему, например, одни лекарственные препараты не действуют у конкретных пациентов. Я еще раз говорю, что это не единственная, как бы сказать, причина. Понятно, что там ферментативная система завязана, там, куча-куча всяких генетических и метагенетических деталей. Вот, но это является одним из, возможно, одним из объяснений, почему лекарственные препараты в ряде случаев не действуют. Вот, а в отношении модулирования эффекта, изменения, да, ну, это какая-то такая идеальная картинка, вот, но кто знает, к чему мы придем. Да, пожалуйста. Четыре именно маленьких вопросов. Первый на… 15 до 4. Первый на, как именно, животные поведились опыты, второе, какое количество опытов было произведено, количество отношений, третьих, значит, почему вот одна из миллиардной, посмотрим, зачем были такие результаты полученные, какая погрешность исследовала? Мы исследовали, исследовали мышей, значит, ну, в сумме сейчас… Я представил, понимаете, это маленький кусочек в крайне упрощенном виде. В действительности уже около 400 мышей было использовано в эксперименте, там, в флуоресцентных других методах. Вопрос, значит, одно из миллиарда, это наша коллаборация с очень крупным американским центром, который занимается исследованием в области лепидомики, вот, то есть они помогли определить концентрацию этого самого метаболита 4-холестена-триона. А погрешность, ну, в общем-то, мы используем, как бы сказать, стандартные подходы, вот, и те результаты, которые я вам приводил, они как раз вот находятся в пределах доверительных показателей, то есть не такая уж большая погрешность. Там, конечно, были эксперименты, в которых масса всего противоречивого мы получали, вот, мы их, безусловно, как бы такие направления в исследовании, мы их просто не учитывали пока что, вот. Но это, наверное, наиболее интересные направления, в смысле интересные области, потому что, ну, необходимо разобраться в том, почему противонаправленные какие-то эффекты были, да, ну, вот так. Да, еще, пожалуйста. У меня вопрос. Вы говорили о шимпанзе наших ближайших просто. Да, наши пути разошли где-то 3,5 миллиона лет назад. Говорят 7-6. Ну, да, окончательно мы решились. Грубо говоря, у нас начал расти мозг, да, насколько я помню, мозг там состоит после лепидов. Да, да, ну, во многом. Так они связаны это с тем, что мы, в отличие от шимпанзе, получили доступ, широкий доступ к животным жирам, когда начали заниматься поеданием падали, взывами? Ну, тогда бы, тогда бы состав, лепидный состав мозга зависел бы от ваших привычек в еде, да. У состава мозга вегетарианцев и состава мозга невегетарианцев, вероятно, ну, невероятно, а, в общем-то, ничем особенным не отличается. В противном случае бы мозг тех, кто не ест животных жиров, бы не смог функционировать. Да, еще какой-то вопрос? Последний вопросик, да. Да, пожалуйста. Есть ли у человека холестерин и как его повысить? Я правильно услышал? Холестерин есть у обезьяны, у человека, холестерин есть в крови, холестерин есть в мембранах. Это два разных совершенно, как бы, две разных совершенно истории. Вот, ну, я не знаю, зачем вам его повышать, все бьются над тем, чтобы его снизить. Вот, вот, но это интересный вопрос, потому что вот мы сейчас нашли коллабораторов тоже в Великобритании. Сейчас же есть, сейчас же бьет, вот я был на конгрессе в Барселоне, Европейское общество кардиологов, всех лихорадит в отношении использования статинов, да, то есть в отношении использования препаратов, которые снижают уровень холестерина. Вот, и более того, организм хитрее, чем мы думаем, потому что мы снижаем уровень холестерина, а он через систему, там у нас есть особая система PCS-K9, которая повышает количество рецепторов. И уровень холестерина мы снижаем, а бляшка растет. Вот, и вся королевская конница, вся королевская ради, значит, пытается этот холестерин снизить. А на самом деле, вот то, что показываем мы, ну, это мой вопрос-то частность, да, и вот то, что в лице пытаются делать, то, что такие фанатичные попытки, такие фанатичные попытки снижать уровень холестерина могут приводить к нарушению процесса вклеточной рецепции, к ответу клеток на лекарственные препараты, на наши собственные гормоны. Вот, поэтому не нужно какие-то, понимаете, если речь идет о какой-то семейном нарушении уровня, значит, регуляции холестерина, то, безусловно, необходимо пытаться его снизить. А внутри клеток, я имею в виду в мембранах, да, мы пока не обладаем такими возможностями, механизмами, чтобы регулировать концентрацию холестерина в мембранах. Я не знаю, ответил на ваш вопрос или нет, надеюсь. Тут еще вопросик один, да, и все. Если можно спросить, у меня такой вопрос. Вы рассказывали об эксперименте с оксидазом холестерина, в ходе которого, в целом, действия на сердечную мышцу и вообще на сердце, если я правильно понял, влияет ли это, я так понял, на стресс, то есть после того, что вы потом исследовали по помощи такого факта стресса, как адреналин, то есть есть ли прямая связь между возрастом, то есть увеличением возраста, допустим, у человека и тем, как он реагирует на стресс? То есть он означает хуже реагировать на стресс? Ну вот если исходить из той концепции, которую мы развиваем, то получается, что хуже, да. С возрастом накапливается 4-х холестерина трион, да, и он приводит к тому, что сердце становится глухое к действию катехоламина, к действию адреналина. Вот, но опять же говорю, то есть это не единственная причина, да, но один из штрихов таких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова